Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 4 мая, 7 утра. Темно, как вечером или как, не знаю, в 5 утра, сразу видно, погода меняется. Видите, какие-то черные облака плывут по небу. Прогноз у нас на ближайшие два дня не очень. Вот сейчас 12 градусов. Ночью было так же, тепло 11. Видите, форточки открыты у теплиц. Но днем будет тоже так же, всего 13. И с понижением к вечеру, ночью следующий будет всего 3 градуса. Два дня дождливая погода сегодня-завтра. Вот сейчас уже накрапывает дождик. Я сейчас подожду, когда рассада моя польется, и грядка эта польется. И ближе к вечеру буду закрывать от своей томаты. Вы видите, я выхожу каждое утро. Они у меня то открытые, то закрытые. Я подстраиваюсь под погоду, если тепло открываю, если холодно закрываю. За праздничные дни, вот видите, появилось вот это сооружение, наше чудо-теплица. Потом расскажу, как собирали. Я снимала, ну, некоторые этапы. Сразу скажу, что тут пришлось прибегнуть к помощи мужа. Но это не из-за того, что сложно собирать, а из-за того, что у меня полностью гуманитарный склад ума. И я, глядя на эти запчасти, там запуталась. Короче, он подошел, не смеши, сказал. Подведал меня в сторону и быстро-быстро ее всю скрутил. Так, еще какие изменения. Сейчас скажу, покажу сейчас томаты. Пришлось снять томаты с консервации, которые я 22-го укладывала на консервацию. Что они там простояли у меня? 10-11 дней. Я хотела 15 дней держать. Не получилось. Сейчас скажу, почему. Технология консервации предполагает, что должна быть полная темнота и холод. Я говорила, где-то указывают 5-8 даже градусов. Ну, где-то 8-10, но не больше 12 градусов. Потому что больше 12-13 градусов томаты сами выходят с консервации и начинают расти. Даже в темноте. А я из-за аномальной жары, ну, вы видели, наверное, предыдущие все мои обзоры, у нас 30, под 30, 28. И вот изначально, когда я ставила в баню, в темную баню, изначально там была температура где-то 13 градусов, 12-14. Еще более-менее для консервации она подходила. Но со временем все это здание наше прогревается же, все стены. И вообще, если на улице 30, то без дополнительных каких-то охлаждающих мер сложно сохранить 10 или 12 градусов. Я сейчас вам покажу их. И они у меня там понемножку, понемножку. Температура начала там подниматься. Они у меня понемножку начали продолжать расти. Я же за ними наблюдала. Они все у меня там расцвели. И пришлось их вытаскивать. Но все равно, вот 11-12 дней они у меня там простояли. Ну, какие-то ящики 11, какие-то 12. Им осталось терпеть всего 2 дня. Вот буду их высаживать в открытый грунт после того, как ночи холодные пройдут. Сегодня и завтра. Сейчас покажу, какими они стали. Вот они мои томаты законсервированные. Очень странно, но некоторые думали, что они должны побледнеть. У них должен быть желтый цвет листа стать. Нет, они не побледнели. Просто единственное, что вот эти вот, которые вот зацвели, они как бы как стрелка, как выкинули вот эту цветочную стрелку. И стрелка эта не где-то сбоку, а прямо у всех вверху вот так вот торчит. Нет, вообще никаких сильных изменений у них не произошло. Единственное, что вот кто повзрослее, они эту цветочную кисть вверх, как тюльпаны, выбросили. Ну, как я уже говорила, при 12 градусах ночных я оставляю форточку открытую, потому что при закрытой форточке они здесь задыхаются. И вот этого вот конденсата очень-очень много. Он потом иногда падает даже на растения. Я стараюсь небольшое проветривание все равно им оставить. Потому что когда на улице 12, в теплице все равно чуть-чуть повыше. Я не знаю, на градусник неохота заходить, смотреть. Но тут градусов 15-16 все равно есть. Это нормальная температура ночная. Готовятся грядки для основной высадки. Я хочу, чтобы когда начну высаживать вот через две холодных ночи, чтобы все-все уже было готово. Вы видите, земля уже вскопана, она уже увлажнена. Все, вот только беги и сади. Сегодняшняя и завтрашняя ночь будет большое испытание вот для этих, которые сидят без укрытия на заваленках. Укрывать их пока не буду. Посмотрю. Хочу так попробовать. Пусть попробуют и переживут так, наверное. Но посмотрю, если сильно будет холодно, то укрою. Из-за аномально жаркой погоды, конечно, у нас все нынче быстрее. Обычно вот цветет. Вот лук суворова эти свои фиолетовые шишки выкинул и уже расщелкивается. Яблоня сейчас покажу. Это вообще что-то. Яблоня вообще даже можно сказать, что уже отцветает, потому что вот эти цветочки растопыршились, и вот они уже скоро будут опадать. Это, конечно, очень раннее цветение. Начало мая она уже отцветает. И обработать ее я могу теперь только по молодой завязи. Потому что все вы знаете, что в период цветения, обработки, ну не то, что не запрещены, а не рекомендуется, потому что могут пчелки умереть. Ой, всегда говорила вам, какое голубое небо. Смотрите, какое страшное черное небо. Нас сейчас, по-моему, на нас рухнет ливень, как из ведра. Вот яблонька сейчас отцветет. Я ее буду обрабатывать от насекомых. Я уже говорила, нынче все пропустила. И зеленый конус, и розовый бутон. Сейчас буду только молодую завязь обрабатывать. Зашла в теплицу. В этой теплице непривычно темно и тихо. Обычно я заходила всегда, здесь был яркий солнечный свет. А сейчас прям кажется, что я ночью сюда пробралась. У нас же не было еще пасмурной погоды, считай. Вообще, тут вот такая тишина и полумрак. Но тут у нас все идет своим чередом. Я вчера смотрела, томаты, которые завязались, увеличиваются. Перцы тоже, перчинки завязались. Вчера показывала. Хочу вам потом отдельно в видео показать этих. Ну, которые ранние, уличные-то. Я их нынче опять первый год посадила. Со снежными названиями я уже садила. Зареклась их садить. И, по-моему, вот эти тоже. Смотрите, какой большой ренет вымахал. Он на улице, вот крайний, я вам показываю, маленький. Он должен быть всего 30 сантиметров. Он уже, наверное, скоро метр будет. И, однако, этот сорт тоже не стоит высаживать в теплицу. Вот эти уличные сорта, они когда добираются до комфортных условий, они словно с ума сходят. Они превращаются в огромные чудовища. Он такой огромный, высокий, листья большие. Но он, наверное, думает, хоть раз в жизни поживу по-человечески нормально. Не в холоде и голоде, а вот здесь в тепле. И на всю катушку развивается. Вы смотрите, он выше всех вырос. Он, короче, ботяню скоро догонит. Вот это вот у нас такой огромный тепличный ренет. Очень поднимает в такие пасмурные дни настроение. Вот эта примула весенняя. Я ее почистила, порыхлила, все убрала лишнее. И теперь каждый день, проходя вот мимо этой полоски, веселенькой такой, гляжу на нее и любуюсь. Ну, вообще, радость весенняя. Кто вчерашнее видео не смотрел, хочу еще раз напомнить, что теперь у меня растут растения и в новой теплице, так как она сделана уже все. И навешаны двери, и прорезаны у нас там. Вон там боковые форточки уже вчера открывали. И живут там иностранцы. Я прям туда проходить не буду, потому что тут еще, видите, строительные работы. Я вчера здесь высаживала. Муж тут вчера лазил под крышу, эти коньковые форточки вымерял. Ну, короче, мы все торопимся. У него кончаются выходные, он торопится доделать. А у меня надо скорее высадить, чтобы... И сегодня расскажу про систему подвязки. Тут же, ну как, в конструкции тросовая система подвязки. И вот мне пришлось принудительно перейти здесь, придется на шпалеры. Я вчера, как обычно, высадила и побежала за колышками подбирать. Считаю, сколько же мне нужно колышков. Потом думаю, о, балда, тут же тросы будут висеть. Что я с ними делать буду, еще не знаю. Но они уже есть в комплекте, я потом их вам покажу. Тут вот, видите, что часто, ну тут какие-то высаженные, какие-то стоят уже подобранные на высадку, а вот те стоят, это на другой ряд. Надеюсь, сегодня мы здесь строительные все вещи уберем и буду высаживать второй ряд. Вот сейчас пасмурная погода стоит. Как раз идеальная погода для работы в теплице. Потому что вчера было 23 у нас на улице. Здесь я целый день с ними провозилась. Очень жарко, очень тяжело. Жара выматывает. И я бы с удовольствием вот в таком холодке лучше поработала. Вообще, конечно, говорят правильно, что плохой погоды не бывает. И когда она чередуется равномерно, очень хорошо. В такие прохладные два денька можно зайти в теплицу. Все подвязать, все пропосынковать, где-то там прорыхлить, где-то что-то еще сделать, какие-то обработки. А потом пусть опять будет тепло. Нам так непривычно, что идет дождик, что пасмурно. Я что-то даже рада этому дождю. Мы так настрадались от этой жары. Вообще, заходишь домой, рожа красная. Все, все обгорели. Я тут не раздеваюсь, мне нельзя загорать из-за щитовидки. А муж, сын, вот теплицу собирали здесь. Все обгорели. Это так непривычно. В апреле все сгорели мы уже. Все, до свидания. Даже если плохая погода, все равно хорошо. Вот мне очень хорошо. Я так рада этому дождику. Хотя бы мне, сейчас покажу, вот эти грядки вручную не поливать, где будет чудо-теплица стоять. Он сейчас смочит равномерненько. И мы сюда притащим, поставим чудо-теплицу. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok